Руслан Жолдбаев более 10 лет на страже порядка. Пришел в полицию по зову сердца в 24 года. Сразу после армии был принят в ряды блюстителей закона. Сейчас у начальника отделения целого управления, а когда-то Руслан был оперополномоченным сотрудником и боролся со злом. Как никто другой, он знает, каким должен быть настоящий полицейский. Полицейский в свою очередь должен быть честным, порядочным, делать все для того, чтобы защитить права и свободы граждан, стоять на этом до конца, до последней капли крови. Проект, который придумали в сценах городской прокуратуры, призван изменить моральный облик и повысить психологическую подготовку полицейских. Программы включают в себя обучение полицейских психологии, филологии, риторики и лингвистики. При разработке проекта применен положительный опыт зарубежных коллег, так говорят в надзорном органе Астаны. Полицейский, он должен быть ближе к народу, в первую очередь. Народ его должен воспринимать правильно, вот как мы сейчас стремимся. Идем вперед, да, вот все в Европе, США. Никто не обращает внимания, что у нас потоки населения увеличиваются, Астана растет, да уже около миллиона населения у нас. А количество сотрудников полицейских все то же самое. Они физически не успевают. Поэтому мы разработали проект общественный правопорядок, направленный на снижение преступности в общественных местах. И в то же время мы используем только те имеющиеся силы и правильно оптимизировав их ресурсы по нужным точкам, где они нужны более всего. О моральном облике полицейских говорил неоднократно Инурсултан Назарбаев. Он призвал принимать в правоохранительные органы только через конкурс и пожелал, чтобы сотрудник полиции вызывал доверие у граждан. Этих деятельность должна быть направлена в первую очередь на помощь населения. Вообще, для повышения доверия населения в столице проводится множество работ. Вот, к примеру, в ДВД Астаны с 2016 года ввели в практику ежедневный опрос абонентов, обратившихся на путь 102. Как сообщили в полиции, это позволяет выявлять недостатки и оценивать работу сотрудников правоохранительных органов. Их работа и опасна, и трудна. Ежегодно в столице от рук преступников погибают полицейские и получают огнестрельное ранение. Но при этом они никогда не устают быть на страже порядка, ведь это их гражданский долг. Поэтому можно с уверенностью сказать, что наша полиция нас бережет. Анвар Шаликенов, Боржан Кожаканов, телеканал Алматы, Астана.